МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 16 сентября, Православная Церковь совершает празднование иконей Божьей Матери Писидийская. Писидийская мироточивая икона Божьей Матери прославилась великими чудесами в городе Созополе Писидийском. Сведений о происхождении ее не имеется. Уже в посланиях об иконопочитании Германа, патриарха Константинопольского, читанных на Седьмом Вселенском Соборе, икона пренепорочной Девы Богоматери, находящаяся в Созополе Писидийском и источающая мира из руки изображенные, называется «Древние». Чудотворения, которыми прославлена эта святая икона, и сведения, о которых дошли до нас, относятся к VI веку. В это время между 565-577 годами в соседнем с Созополем городе Амасии жил сосланный сюда патриарх Константинопольский, святой Евтихий. Пресвитер Евстафий, современник патриарха Евтихия и составитель его жизнеописания, упоминает о многих чудотворениях патриарха, свидетелем которых был он сам. Вот первое чудо, о котором передает Евстафий. В Амасии была одна супружеская чета, у которой дети рождались мертвыми. Опечаленные родители, скорбя о своем несчастье, обратились к патриарху с просьбой помолиться за них, чтобы Господь отвратил от них свой гнев и даровал бы им дитя живое. Святой Евтихий, сотворив усердную молитву о них, помазал их обоих святым елеем, частью от чеснага креста, частью же истекающим от святые иконы причистые госпожи, наша Богородица в Созополе. При этом он произнес свои обычные слова «Во имя Господа нашего Иисуса Христа». Сотворив эту краткую молитву, святой Евтихий погрузился на некоторое время в молчание. Затем, как бы озаренной божественной благодатью, сказал этим супругам «Назовите дитя, которое родится Петром, и оно будет жить». Находящийся при этом пресвитер Евстафий предложил святому Евтихию вопрос «А если родится девочка, то как ее назвать?» Евтихий снова повторил «Нет, пусть назовут Петром и жив будет». Обрадованные супруги, твердо надеясь на милость Божию, возвратились домой. По наступлению определенного времени родился у них сын, как предсказал святой Евтихий, и при крещении они назвали его Петром. Кроме него родился у них еще сын, которого они с благословения патриарха нарекли Иоанном. Дети росли здоровыми и цветущими, и родители, а с ними и все жители города, знавшие об этом чуде милости Божией, прославляли Бога. Елевсип, ученик великого подвижника, преподобного Феодора Сикиота, сопровождая всюду своего учителя, удостоился быть свидетелем самого чуда мироточения от писидийской иконы Божией Матери, когда около 600 года святой Феодор, возвращаясь из Царьграда, заехал в Созополь нарочно с целью поклониться чудотворной мироточивой иконе Богоматери. Войдя в храм Пресвятой Богородице и простежа руки свои в молитве наподобие креста, святой Феодор устремил очи свои к чудотворной иконе и елей чудесной силой исторгся из иконы Богоматери, яросил очи предстоящего здесь перед ней святого угодника Божия. Все бывшие там, увидев это знамение благодатной силы, воскликнули. Воистину, велик этот раб Божий. Свидетельство о мироточивой писидийской иконе Богоматери содержится также в посланиях святого Германа Патриарха Константинопольского. В начале гонения на святые иконы бывшего при императоре Льве и Саврянине Герман в послании к Фоме епископу Клавдиапольскому, оправдывая почитание святых икон практикой церкви и указывая в подтверждение этого на изображение спасителя, устроенная кровоточивой женщиной, на эддеский нерукотворенный образ спасителя, и на изображение Богоматери, писанное евангелистом Лукой, замечает, что через различные иконы Бог совершал чудеса, о которых многие жаждут многое рассказать. Так, например, он подавал исцеление болящим, что мы и сами испытали. Замечательнее же всего то, что никакого возражения и сомнения не встречается против того, что находящаяся в писидиском Созополе икона всенепорочная Богородица из длани изливала струю мира. Об этом чуде свидетельствуют многие. Это сообщение патриарха Германа было утверждено в своей истинности Седьмым Вселенским Собором, на котором оно и читалось. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, священномучеников Анфима, епископа Некомедийского и с ним Феофила Диакона, мучеников Дорофея, Мордония, Микдония, Петра, Индиса, Гаргония, Зенона, мученицы Домны Девы и мученика Ефимия, преподобного феоктиста Палестинского, спостника Ефимия Великого, блаженного Иоанна Власатого, ростовского чудотворца, святой Фивы Коринфской Диаконисы, мученицы Василисы Некомедийской, священномученика Аристиона, епископа Александрийского, святителя Иоаннике Второго, патриарха Сербского, празднуется Собор новомучеников и исповедников Тульской земли, священномучеников Пимена Белоликова, епископа Вернинского, Сергия Феноменова, Василия Калмыкова, Филипп Пашатского, Владимира Дмитриевского пресвитеров, преподобномученика Милетия, Гулак Колосова и Ромонаха, священномучеников Василия Красивского, Парфения Красивского пресвитеров, священномучеников Андрея Дальникова, Феофана Соколова пресвитеров, священномучеников Владимира Садовского, Михаила Сушкова пресвитеров, священномученика Николая Сущевского Пресвитера, священномученика Ефимия Круговых Пресвитера и с ним четырех мучеников, священномученика Романа Марченко Пресвитера, священномучеников Алексея Зиновьева и Ильи Бажанова Пресвитеров. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаименитства. Будьте Богом хранимы и Его Пречистой Матерью. Многое вам и благая лето!